Андрей привет я должна тебе кое-что сказать я тебе тоже нашу программу закрыли у тебя вся спина белая ну ладно где на спине подожди в смысле закрыли как в прямом смысле да ладно шучу я кто нас закроет тем более нам же выпуск надо сделать праздничный к первому апреля тоже мне праздничный день дурака кто этот праздник вообще придумал ну есть версия что пётр погоди тот самый на 17 вот не шути когда не получается вообще шутить это не твое ну ты же веришь в общем самарской площади как раз есть спектакль на эту тему предлагаю просмотром и отметить поддерживаю а что за спектакль шут балакирев по последней пьесе григория горина суть в том что простой но находчивый солдатик попадает футовскую бригаду петра первого благодаря своему острому ему и не менее острому языку он оказывается втянут дворцовой интриги а как итог попадает в историю как нарицательный персонаж комик и балагур при этом это реальная личность времен петровской россии так что думаю будет здорово посмотреть что такое легкое веселое да еще и в исторические декорации полностью поддерживаю пошли пошли а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как себе? Стало веселее? Да ты знаешь, что-то не особо. Мне тоже. Как будто и не прошуто вовсе. Угу. Те много, все дико серьезные. И вообще у меня вопрос, почему режиссер выбрал и поставил именно эту пьесу? Я когда прочитал эту пьесу, я сказал, я это ставить не буду. Погоди, но спектакль-то мы все-таки посмотрели. Значит, режиссер его поставил. Логично. Да. Но тогда почему? Для меня это время надежд. И упадническая пьеса. Совершенно упадническая. Я понял, от чего. Горин умирал. Ему оставалось месяца, я не знаю сколько. Он эту пьесу даже не окончил. И я начал, значит, начал думать. Морал страшный эту пьесу, потому что она вот такая вот, как огромная книга. И зарылся в другие источники, начал вставлять, 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 вставлять. Мне даже не хватило. И сам конец пьесы я написал как драматур. Получилось такое лоскутное одеяло. Но в целом, в целом, это все равно получился спектакль о времени надежд. Потому что Россия Петровская была временем надежд. Так, стой, подожди. Все равно как-то не клеится. Мы же с тобой хотели выпуск веселый, задорный, первоапрельский. А тут и не до шуток вовсе. Ну не забывай тоже, что в каждой шутке есть доля шутки. Все остальное правда, да. Это я помню. Ну так и здесь правда. Режиссер хотел поставить спектакль про Петровское время. Он его поставил. Тем более, посмотри, какие герои получились. Настоящие. Да. И царь такой, знаешь, прям. Царь! В какой-то момент времени, честно, ваш взгляд был настолько суров, что у меня внутри все сжалось. Я сижу в зрительном зале и думаю, вот это царь. Ну, сам я человек довольно мягкий. Даже я бы сказал, может быть, в какие-то моменты, как говорит моя дочь, бесхарактерный. Я уступчив, я склонен к компромиссам во взаимоотношениях, во всяком случае, с близкими мне людьми и вообще в коллективе и все. Поэтому, следуя заветам наших великих учителей и помня о том, что в человеке понамешано всего понемногу, ты начинаешь вытаскивать то, что необходимо для данного образа. В себе искать и взращивать изо дня в день, непрерывно. Ты начинаешь общаться со своими близкими более жестко, ты начинаешь более жестко общаться со своими коллегами. Ты начинаешь... Это невольно происходит. И постепенно, постепенно в тебе начинает преобладать тот, вот, та черта характера, основная, необходимая для того, чтобы сыграть данный персонаж. На дыбу его подвесить, а к ногам вот кем-то вот мраморную богиню привязать. Чтобы ощутил весь груз законов на себе. Да-да-да, это нормальная, ежедневная, скрупулезная актерская работа. Накапливание в себе основных качеств своего персонажа, которые, может быть, тебе не свойственны, но они в тебе есть. Есть. Природа туда намешала всего. Как говорил Шухшин, человек ведь он со всячинкой. Вот, и вот эту всячинку надо в себе найти, отыскать и взрастить, и сделать ее на какое-то время основной. Вот и все. То есть участие в вашем образе приняли и ваши родные, и, как я поняла, им тоже досталось. Да, они пострадали. Пострадали. Наблюдение – это одна из главных частей артиста. То есть изучение материала, изучение истории того времени, соответственно, и подборы какие-то, также и наблюдения уличные на улице, где угодно. То есть образы, действия, движения, характер. Штудировали, получается, историю. Потому что Балакирев такая, мне кажется, полулегендарная личность. Ну да, да, да. Все равно, то есть как бы, насколько бы не было известно, все равно хочется найти еще что-то новое. Ну, как и в любой работе, в любой профессии, ищешь то, что якобы никто не нашел. Для меня, во всяком случае, в первую очередь важно играть человека. Человека, женщину, которая еще и императрица, да. Ну, не знаю, мне кажется, она не стремилась к власти. Она действительно, она была при Петре. И изменилась она во втором акте, не после того, как она встала на престол, а после смерти Петра. После смерти Петра. Это то самое волнение, когда нужно не растерять то, что создал Петр. Она всегда стояла рядом, ну, то есть большое количество лет. Она была не просто женой, она была соратником. Она реально была соратником его, вот, его единомышленником. Действительно, надо было как-то выбирать, ну, что-то, ну, не типичного, вот, того, чего мы видели на экранах, в фильмах. Усы, не усы, взрывчатость его, вот это вот, его порывистость, вот это. Хотелось бы как-то вот этих вот привычных качеств Петра избежать, наоборот. Вот избежать, вот уйти от них. Вот, потом он уже здесь, в нашем, и в пьесе Горина, и в нашем спектакле, он не молод, он уже не молод, он уже, он уже на излете, он уже, так сказать, как говорится, с ярмарки едет. Понимаете, вот, и поэтому тут вот не обязательно были все эти его какие-то порывы, его какие-то всплески. И скорее, это уже всплески болезни. То есть уже пообумяк, поутих. Ярость, переходящая в болезнь, переходящая в бессилие. Вообще, конечно, у Горина немножко жестче текст, но мы кое-что, так сказать, изменили. Вообще, Петр, говорит у Горина, создал державу огромную, а потом подумал, а может, не надо. Сила в народе, я бы так сказал. Потому что не быть народа, не будет ничего. Ни власти, ни высокопоставленных чиновников и так далее. То есть я считаю, что как бы все тянет народ. Ну, конечно, все силы народа, вся его энергия уходит на то, чтобы держать империю. Это же очевидно. Огромную территорию держать долгие столетия, это вот вся энергия на это и уходит. Поэтому это вопрос вопросов. Сложно все это. Сложно. И вопросы сложные, но правильные. Правильные, но только жить-то когда? Счастливыми быть, когда? Вот как думаешь, вот наши все цари и императоры, они были счастливы? Не знаю. Помнишь, где-то полгода назад я ездила с ревизией в Рязанскую губернию? Ну, вроде как, помочь в голодный год. Но ты знаешь, что мне сразу бросилось в глаза? Что там все люди почти всегда в радостном настроении. Они, они как будто всегда всем довольны, несмотря ни на что. И я вдруг поняла, что я впервые в жизни вижу по-настоящему счастливых людей. Если бы меня сейчас вот спросили, хочу ли я остаться там, в этой деревне, с этими людьми навсегда? Ну, нет. Я бы точно ответила, нет, я это знаю. Я тоже. Я тоже самая. И даже не знаю почему. Видимо, привычка к удобствам. Я не думаю, что она в полной мере счастлива в тот момент, когда она в спектакле рассуждает о счастье. Наверное, если в ее жизни и было счастье, это вот встреча с Петром, это когда у них была настоящая любовь, которая потом, в общем-то, да, переросла в такое, ну, нечто большее, нежели просто отношения между, там, страсть, любовь между мужчиной и женщиной. Да, ты прав. Сложная жизнь у них все-таки была. И пожить-то некогда. Все думают об империи, думают. А отдыхать-то когда? Какой отдых? Отдых потом будет. Вон, как у Петра в спектакле. Не было никакой панигидры! Не было! Слышим! Ты что, Петр Алексеевич, что слышишь? Разгоневается. Ну, кто вообще-то такой? Ну, кто орал? Ну, где люди, а? Ну, я ж проси, ну, на рыбалке тише, а? Новенький пиво! Во втором акте есть сцена потустороннего мира, да, куда уже погружается главный герой, и царь ему там отвечает, о, да какой же я тебе царь, да? Просто, дядь Петя. Конечно. Это что? Это о чем? О том, что все-таки перед Богом все равны, нет царей? Смерть уравнивает всех. Там нет ни царей, ни кого-то. Вот эта вся внешняя шелуха, которую мы себе напридумывали. Начальники, неначальники, регалии, деньги и так далее. У нас вот есть еще один спектакль, наш городок, где мой герой говорит, все, что для нас, любовь и вражда, нужда и богатство, все, что для нас с вами имеет такое громадное значение, здесь, как-то тускнеет. Им все равно. А что же тогда важно в жизни? Я думаю, что все-таки, вот, я не знаю, может быть, это какая-то фантасмагорическая такая затея, но надо сохранить. Все-таки мы же, в нас вдувается что-то при рождении, частичка Бога, называется душа. Вот. Мне хочется верить, что это действительно так. И мы же очень заботимся о теле своем. Мы его моем, кормим, да? Порой забываю, а жизнь-то состоит из двух ипостасей. Физической и духовной. А как же мы, почему же мы не моем, не чистим, не вычищаем, не кормим? Да, вот ту вторую-то ипостась, мы же порой забываем. Вот об этом мы никогда не забываем. Потому что оно начинает нас тревожить. Оно болеет, болеть начинает оно там это и так далее. Голод испытывать, холод и так далее. И мы укутываем, заботим. А вот о второй ипостасе, она не напоминает о себе так часто. Нет, бывает, душа болит. Да, вот мы говорим. Вот, мне кажется, вот это самое главное. И поэтому там, конечно, какой отец царь? Здесь нет, здесь один царь, вон он, там. Все. А все мы остальные перед ним вот стоим, голенькие. Для того, чтобы что-то понять, нужно через что-то пройти. Поэтому, может быть, и вот эта клиническая смерть показала то, что не нужно делать лезть туда, где ты чем-то помочь в любом случае не сможешь. Вот. И поэтому мы старались не делать то, что он сошел с ума. Он просто, то есть, как бы адекватно понял то, что что не сделай, мало что получится. Поэтому я не, я, я, я в Тверь хочу. Я домой хочу просто. Отпустите меня. Это что за отецкий выход такой? Извини, душа, дарыня. Пришлось ентого царя силком. Сама видела. Сюда. Вытолкать. Убежать хотел. Убежать? Куда убежать? Да, как это? В деревню, он говорит. В Тверь хочу. Вот. О, беда, царь. Ну, Жанночка. Не гневайся, не гневайся. Он у нас на храм в том свете-то побывал. Он совсем улом повредился. Залазил в Тверь хочу. Сладкий нет, нет. Мы со временем становимся жестче. Просто потому, что нам постоянно, каждый день приходится с чем-то бороться через что-то, перешагивать, справляться с какими-то сложностями. Поэтому, хочешь, не хочешь, ты начинаешь осознавать, где ты находишься, в каком мире, в какой обстановке. И многие с этим не справляются. То есть, как бы, да, то есть, просто потому, что, наверное, таким образом человек хочет закрыться. И мы все хотим остаться детьми в своем роде, да, чтобы на нас меньше падало проблем, чтобы нас обходило стороной. Это невзгоды, печали. Точно. Про Балакирева-то мы забыли. Он даже ведь в названии. А мы все про Петра до Петра. Ну, давай про шута. Вот зачем он нужен? В чем его призвание? Ты это у меня спрашиваешь? Ты это лучше у них спроси. А вот я так и сделаю. Такие люди, как Балакирев, нужны всегда. Да. В любой ситуации нужен балагур. Балагур, который просто элементарно поднимает настроение. Я вот еще подумал, что ведь Балакирев мог родиться только при этом императоре. Ну, раньше-то были ведь они, были, там, скоморохи, все, но они в истории не остались, потому что их, то им давали поиграть, побалагурить, то потом как-то порежимали. А тут вот остался в истории такой вот юморист. Прекрасно. Главный шут в российской истории. Да, да, да. В протяжении всей постановки видно его изменения, как внутренние, так и внешние. Начиная, может быть, с каких-то веселых моментов, заканчивая трагедией, переживаниями, любовью. Петру очень сильно полюбился Балакирев. Да. Как вы считаете, почему все-таки? Ведь человек, ну, кто, он же не совсем-таки прямо шут. Он мог позволить себе излишне, да, сказать правду, сказать свое мнение. Вот об этом идет речь, что вся шутовская команда в глазах Петра себя уже так скомпрометировала, что дальше некуда. Вот, понимаете? То есть он ждет от шутов совсем другого. Он собирал шутовскую команду именно для того, чтобы были люди при дворе, которые могли говорить в глаза правду. И за это их вроде как и наказывать-то нельзя. Он же шут. Он же шут, он же дурачок. Он же дурачок, он ничего не понимает. Он говорит и сам не понимает, что говорит. Но правда все равно прозвучит. Даже из уст шута. А этого нет. И поэтому, когда он увидел вот этого парня, выслушал его историю про то, как он его куда-то там поцеловал, и как он лихо выкрутился из этой ситуации, он понял, что вот этот человек может очень, ну, обогатить его шутовскую труппу. Очень обогатить, сделать ее осмысленной, сделать ее действительно, то есть, чтобы она выполняла те цели, которые Петр, собственно говоря, и задумывал для шутов. Вот, мне кажется, дело в этом. То есть мудрость такая. В каждой шутке есть доля шутки, все остальное – правда. Все остальное – правда. Ведь я вас чему учил? Ну, вы же проявляли, что святые люди при церкви для чистоты душевной созданы. Ну, несмотря на самом деле на эти шутки в шутках, мне действительно кажется, что смех, он продлевает жизнь. Ну, слушай, тогда мне придется жить вечно. А я не хочу. Я, может быть, тоже хочу когда-нибудь отдохнуть. Ну, все равно. Вот такая форма первого апреля мне нравится гораздо больше, когда не вот эти ваши все белые спины, а вот действительно все с ног на голову. Эхи, наряд на тебе дурацкий, но тебе принцю ей полку принцю. А ваш наряд только не замечу, Павлович? Вроде всегда так ходили. Здорово, Павлович. Здорово. Здравствуйте, Александр Занилович. А чего это вы не вмаскирали? Ведь приказ был, царица осерчать. Не нравится мне сей указ. А зря вы так. Во всех образованных европейских столицах такое шутовское обычай установили. Даже в Древней Греции были. Встречаем Государню Туя Первую. Здорово, Туя Первая. А нам вообще нужна вот такая интерпретация, то есть первого апреля, чтобы вот действительно на целый день немножко все сходили с ума. Почему бы нет? В школе же есть дни самоуправления. Я их очень любил. Я был педагогом автодела, поэтому как бы ждал, радовался этому. Да, почему бы не примерить на себе то, куда ты, возможно, даже, то есть не достанешь, до чего ты можешь не дойти. Да, история, конечно, интересная. История, она всегда интересная, особенно если немножко приукрашенная. Зато самое главное, что вывод получается позитивный. Живите здесь и сейчас. А вот к первому апреля, мне кажется, надо готовиться немного более вдумчиво. Андрей, у тебя спина белая. Вот я тебе сейчас для кого рассказывал, а? Шутка за шуткой, как пулемет просто. Спина белая, спина белая. Молодец, Виолетта, здорово, классно. Продолжай сам ждусь. Нет, ну, как хочешь, конечно. Вот так, друзья, в каждой шутке есть доля шутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова